В кадре постоянно она будет мигать, мигать Так это наоборот здорово Это говорит о том, что раньше тут кипела жизнь А теперь тут разруха Разруха В ходе в процессе возьмешь вот этот ящик Там камера откроешь Вот именно на эту камеру раньше снимались Вы ее если уроните оттуда, то это будет последний у вас день Ах А чем это? Но все равно она на римозной когда-нибудь настанет В 15-м году она на римозной настанет Че вот так на сурбане у меня будет на месте? Нет, не нормально так, потому что ты откроешь крышку, она у тебя упадет Я не знаю Нет, наоборот, все правильно Я в прошлый раз так же ее попытался открыть Крышка откинется, перевесит И чемодан упадет оттуда вместе с камерой Ты готов? Честно Я понимаю, вот это все интересно Пожалуйста Аккуратно, чтобы тут все целое А тут все целое Аккуратненько, ты не торопись, в кадре-то как бед В кадре там мы все конкретно сделаем Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас здесь разруха Куча старой техники, аппаратуры А в этом кейсе находится то, без чего немыслимо само существование Нашего кабельного телевидения образца 90-х годов Вплоть до недавнего времени Эта видеокамера служила верным другом и помощником для наших работников На эту камеру были записаны большинство телерепортажей Эта камера один из первых наших работников Все, стоп, пока Дальше что? Дальше мы будем разгонять вот эти проекторы Идея создать фильм об истории колонии Она замечательная Сейчас мы из колонии, что ли? Да, я сужденный Ко мне не пойдет Перед этим подождем Не знаю, я, правда, сейчас нахожусь в Москве Осторожно Когда все идет слишком хорошо, это как минимум пугает Может еще интервью осужден, буквально, нравится ли ему здесь, как ему, комфортно, некомфортно Кайф можно получить без водки и наркотиков Поработать телевидением Спартак, можно тебя на минутку? Немного драгоценного времени, чуть-чуть Александр Да, и на фоне телевизоров у тебя есть Ты же у нас телевизор, пожалуйста, ученишь В данный момент это телемастерская, где осуществляется ремонт техники для нашей колонии Спартак, ты пишешь? Раз, два, три Спартак, поведай нам, пожалуйста, а где ты обучился этому ремеслу? В детстве еще, когда будучи ребенком, лет 10 мне было, начинал на свободе баловаться Папа меня там всегда показывал, что, где, как, схемки там всякие подпаивать А уже сюда, когда попал, это пригодилось Я что-то видел, как оно работает Интересно было разобрать Или даже сломать, но разобраться Самый первый образ у меня был вообще интересный Дедушка один был Он, значит, смотрел телевизор Не дало мультики мне было смотреть А я специальную штучку спаял, которую раз Чип кнопочку нажимает И она дает помехи на телевизоре И ей ничего не показывает И он сидит, такой, значит, в кресле Раз, включай, и помеха дается в телевизор И он, это подходит к телевизору И что с телевизором? Раз по телевизору ударит И раз отключу его Как будто телевизор Раз телевизор запоказывает Только сядет И раз включу его В итоге до того, что он вот так вот с телевизором Стал над телевизором И футбол все смотрел Желаем тебе удачи в твоей профессиональной деятельности Продолжай ремонтировать наши телевизоры Иначе не будет смысла нашего, вот, Сергея, существования здесь Наши новости просто не на чем будет смотреть Рано или поздно наступают эти долгожданные моменты Когда можно вот так вот сидеть И ни хрена не делать У меня ланхолическое такое настроение Просто хочется вот сидеть, в стену смотреть И не говорить ничего Ты можешь вот часами отсмотреть на одну точку? А я могу Мне от этого круто вообще Ох ты, кого я обижу Здравствуйте Дальше что? Куда? Мельник Что такое? Там скажут А? Там скажут Разрешение? Да Здравствуйте Здравствуйте Что, неужели уже возникнут множества и вопросов? Ну да Некоторая идея у нас возникла Можно ли как-нибудь пригласить тех людей Которые именно основывали эту студию КТВ? То есть те, кто стояли в истоках То бишь наши причастники Допустим, мы взяли бы у них интервью То есть они рассказали бы, как создавалась Какая-то обстановка в то время А как же история колонии в целом? Мы решили сделать спецпроект только по Нет Мы это делаем Мы проект тоже делаем Мы параллельно все Просто, да Что-то вот распрасывались в планах Я в то время даже не знал, что существует колония К-2 В 95-м году Так что Насчет отцов-основателей Никак с ними связаться Я вам помочь ничем не смогу А если говорить о сотрудниках администрации Которые на тот момент были в колонии Может у них еще есть, да? Может он помнит Заветаев Павел Иванович Ну, он в отпуске Жаль Так, у нас сегодня занятия в институте происходят Там преподаватель Насколько я помню Сегодня есть Елена Яковлевна Тищенко Она нам может помочь? Она, я думаю, вам сможет помочь Вы бы дошли до института Другой недалеко Спасибо вам, что я рада До свидания До свидания У меня ботинки подшили Здорово Ну как здорово Нормально Ну что, смотри, там сапожку А, мы пошли сапожку Ты иди по своим великим делам Которые не требуют отлагательства И мы тоже время не терять не будем Пошли К сожалению, у нас вознялся аккумулятор Приходится подключать сеть Ну что ты там? Ничего Ой, ничего А я микрофон забыл А ты что, да? Не беги за ним быстрее Пойду еще Богист, ты нам кирзачу подошьешь, да? Не, ты осторожник Да Без зеф Что-то будешь интервью-то давать? Не будешь, а почему? Боришься, камер? Ты же сапожник, да? Да Канитерич, да? Вот как раз и расскажешь О процессе производства Вообще, как часто обращаются Богист, ты как? Давай просто подойдем к нему Ты сидишь в шее О, да, он работает Мы подойдем к тебе Здравствуйте, типа Вот, ты знаешь, как часто обращаются Там, допустим В сапожную мастерскую Да, да, да Нравится тебе работа Заниматься на свободе этим ремеслом Постоянно занимался Я по нему вижу Готов? Три-четыре Работаем Здравствуйте Телекомпания К-2 Сейчас мы находимся В сапожной мастерской Нашей колонии Сейчас мы пообщаемся И проследим за работой Одного из работников Сапожной мастерской Здравствуйте Здравствуйте В данный момент Я работаю сапожником Сапожной мастерской К нам очень часто Обращаются Осуждены Устанавливаем косяки На подошвах Ну и так далее А приходилось ли раньше Сталкиваться с подобной Родой деятельностью? Нет Вроде здесь начал Только учеником Проснулся талант, да? Нет Мне это очень нравится И быстро Очень приходит Зря Я как бы Я люблю помогать людям Это очень благородное начинание Благодарю вас Вырубай А сейчас просто Ракурс возьми Там крупный план Все дела Короче Ну так вот Детали Пацаны Дадите Мы просто колодки И не поймем Колодки Вот тренер ваш Ваш замечательный Молодец Ну все пацаны Спасибо Не будем вас больше Отвлекать от работы Я к вам обращусь тоже Я вроде пока нормально Разлетелись Я думаю, что она нам поможет Елена Яковлевна? Да Я думаю, да, не откажет Мне же поможет Вы же сказали Что она вот как раз таки Тот человек, который нам нужно Настоять И в полгах Давай Тебе нужно Не внимательно смотреть Архивы Она много Где присутствует Хорошо Так Поэтому пока что Это наша единственная зацепка Больше нас ничего нет Можно там полоняться Солдач Пришли Позвонить же Борис Я же звоночек Позвонить что Здравствуйте Здравствуйте Дождитесь перерыва Вон, повезло Мы как раз перерывы Сейчас Не совсем повезло Нам сказали Дождитесь перерыва Здравствуйте Я Лена Яковлевна Ну так сказать Ну вы работники КТВ И знаем что вы Можно сказать Находились У истоков КТВ Знаете Тех кто создавал Это все Дело в том Что мы сейчас занимаемся Съемками документального фильма О истории Средств массовой информации В нашей колонии Ну из тех Кто был В самом начале Я вот знаю Точно о двух И кого можно В принципе найти Это Кайнов Сергей И Макурин Дмитрий Причем Кайнова Так интересно Нашла Я вам помню Нет Он не рассказывал Мы были в Москве Нам устроили Экскурсию По НТВ И представляете Мы идем Совершенно спокойно По коридорам Нам ведут экскурсию И вдруг Из одной Из операторских Выходит Кайнов А Макурин Он в ночных новостях Работает Как Макурин Макурин Дмитрий Так Сейчас надо мне взять Записную книжку Подождете Да конечно Ручебный процесс Не прерывать Так Хорошо Ну смотри Уже что Я вот смотри Парни-то неплохо пробились И вам карты в руки Записывайте 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 Телефон Так И Дмитрий Макурин Вы не представляете Как вы нам помогли Это для нас Это было очень интересно Значит Ну обратитесь Начальнику отряда С заявлением Ну я думаю Вам разрешат позвонить Ну цель-то благая Ну Давайте удачи Спасибо вам До свидания Теперь дело за мало Так Борис В принципе Все в твоих руках Почему Моих Вы пишем сейчас заявку На тебя И будешь Разговаривать Ты же режиссер Умешь составлять тексты Вы успокойтесь Я вам про Фому Вы мне про Ерему Я говорю Ну договорись Я понял Тебе надо заявить Что сказать Я найду Все Стоп Камеру забыли Интервью забыли Камера на работе Замечательно Замечательно Так что Какой перерыв Борис Иди за камерой Мы там Выталки подождем Подождем тебе Иди за камерой Надо интервью ждать Улимин Все я ушел тогда О чем я думал Борис Ну что Пойдем Микрофон Микрофон взяли Микрофон взяли Мы это человечески сделаем Елену Яковлевну пригласим Подъясним Для чего мы ее пригласили Не так Подъясним Как ты стучишься И здороваясь И все А если после того Как я постучусь Я так скажу В прозак попаду Выдержу Не переживай Ну Ладно Ладно Ничего Здравствуйте Здравствуйте А мы можем Елену Яковлевну еще раз увидеть Хорошо Пошел не положим Плохая примета Говорит возвращаться Я не верю Примет Каким могут быть Приметам Православного человека Кроме погодных Уважаемая Елена Яковлевна А как сложилось Знаете ли вы Как сложилась Судьба тех людей Из числа осужденных Которые начинали Создавали диалог Не из первых Осужденных Кто принял участие В создании Кабельного телевидения Я думаю У вас больше Кабельного телевидения Да конечно Это был Сергей Кайнов И Дмитрий Макурин Это были И встречи С интересными людьми И выступления Различных коллективов Даже В Эдбойсблу У нас приезжали Выступали Представляете Все хотели посмотреть И на самом деле В течение По-моему Первого месяца У нас уже появились Две камеры Ну такие еще Знаете Смешные камеры Они у нас до сих пор Ну где-то кстати Где-то они у нас есть Может быть На рапейское Ну в общем Будем говорить Что кабельное телевидение Газета диалог Это глоток свежего воздуха Кстати Один из засужденных У нас как-то сказал После того Как поработал В телевидении В нашем Сказал Первый понял Что кайф Можно получить Без водки и наркотиков Поработать в телевидении Это вообще Такая была Я потом предложила В качестве эпиграфа У нас на телевидении Написать Сергей Кайнов Я рассказывал уже Мы встретились Совершенно случайно В НТВ И по моим средням Он так и продолжает Телевизионную свою деятельность Дмитрий Макурин Мы с ним Периодически Видимся Более того Если я знаю Какие-то интересные события Произошли Я обязательно Звоню Для того Чтобы они могли Снять сюжеты Ну а остальные Слава Богу Что сюда больше Никто из них не вернулся Это уже радует Вот это радует Спасибо вам большое За столе Содержательный рассказ Мы не будем вас больше Отвлекать На ваши преподавательские Студенты очень рады Всего доброго До свидания Удачи Посмотреть дадите потом Обязательно Хорошо Мы получили Самое главное Это телефоны Эти грудь чуваков Ну размахивать Че ты не упал в канал Зачем он Борис Ах Знаю И возьму … Так del Особ gas Продолжение следует... Здравствуйте. Ну что, как успехи? Успехи есть определенные, но вот такой вопрос есть. Мы получили... Елена Яковлевна дала нам номера телефонов нескольких человек, которые работали как раз в момент доставания. Есть ли возможность написать заявку или заявление, заявку разу и как-то... С ними связаться? Связаться с ними. Думаю, а кто конкретно будет из вас звонить? А вот у нас есть режиссер. Я. Он у нас пишет тексты очень красивые. И ему, так сказать, и карты в руки. То есть вы хотите поговорить с одним основателем? Хорошо, судья. Пишите заявление на телефонный переговор. Как данная эта фамилия, имя, отчество? Сунин Александр Александрович. Кого нашли? Каинов и... Писай сейчас. Каинов Сергей и Макурин Данил. Два человека. То есть вы будете звонить двоим? Да. Сразу. Вон. Хорошо, судья. Пишите заявление. Мы организуем вам звонок. Дмитрий Валерьевич, а может у вас есть тоже какие-нибудь ваши предложения? Может какой-нибудь совет по поводу наших съемок? Что бы вы хотели бы добавить в нашу работу, касаемо наших роликов? Я хочу сначала увидеть эти исторические ролики. Хотя бы черновой вариант. А потом уже дать какие-то рекомендации. Спасибо. До свидания. Судьян, пишите заявление. Да, конечно. В 1998 году было закончено строительство второго корпуса общежития для осужденных, переведенных в облегченные условия отзывания наказания. Работы под грабоустройство данного помещения не прекращаются до сих пор. Сейчас мы зайдем внутрь и покажем вам отряд образца двадцать первого века. Отлично. Сейчас мы зайдем в одну из комнат отряда номер семь. Я только это... Блин, праздник, как ты лезешь? Тут натуре не в кино. В режиме онлайся и где-то я говорю. Я живу примерно в таком уже небольшом кубрике с несколькими соседями. Данная комната рассчитана на проживание пяти осужденных. Современные кровати, современную мебель фабричного изготовления. У нас достаточно большое число осужденных живет в условиях комнатного содержания. Данное помещение является санузлом. А, черт. В отборе всегда так бывает, когда ты не сворачиваешь кровь. Ну, я не могу просто вот об этом не обмываться. Ну, это, разумеется, люди, которые задействованы на каком-то производстве или на каких-то определенных работах. Такой определенный бытовой комфорт является, ну, можно сказать так, благодарностью за их плодотворный труд на благо колонии. Да, спасибо. Поддержишь, пожалуйста, меня, товарищи? Спасибо большое. Вот так вот выглядят уже обжитые комнаты отряда номер семь. Ну, сейчас это, ну, в целом, все там сделали для того, чтобы осужденный... Я вот это тоже самое не хотел сказать. Ко мне не пойдем. Ты где-то подозрил, да? Я тебя к другому заподозрил. Все. Потом скажу. Может, еще интервью осужденного буквально там, нравится ли ему здесь, как ему, комфортно, некомфортно. А сейчас мы посетим еще одну жилую комнату. Не обязательно, как бы, находиться именно в таких вот замечательных условиях, чтобы забыть на секунду, на мгновение, на какое-то время, что ты сейчас лишен свободы. Мы видим, в принципе, обычные атрибуты нашей повседневной жизни. Иконы, ну и, конечно же, чайник. Работа идет, но, безусловно, наши планы корректируют ситуацию. То есть мы планируем одно. Здесь я рассчитывал снять достаточно живой, динамичный сюжет, но, к сожалению, не получилось. У меня все, что? Стоп, снято. Здравствуйте, это телекомпания Иконфан. Сейчас мы находимся... Стоп. Блин, старые руки мы берем. Блин. Кто там? Что-то, да? Ты не только. Только они нервничают. Да, я все. Не лезу. Я не лезу вообще. В ночь. Не лезу. Не лезу. Не лезу. Не лезу. Не лезу. Здравствуйте, это кинокомпания. Здравствуйте, еще раз это осужденный судин Александр Александрович. Я звоню из Екатеринбурга, из ФКВИКа-2. Предсказуемая реакция человека, которому буквально звонят из прошлого, из его прошлого, которое, может быть, он хочет вычеркнуть из своей жизни. Вы сам осужденный, вы же нас сейчас не из колонии, чтобы звонить? Да, я осужденный. Я ваш, так скажем, коллега. Дело в том, что мы сейчас снимаем документальный фильм о истории кабельного телевидения ФКВИКа-2. Администрация колонии пошла нам навстречу. Это, в принципе, тоже было предъявлено. Мы бы хотели вас пригласить для участия, так скажем, в съемках, в создании нашего документального фильма «История КТВ». Вообще, очень неожиданно, потому что дело до многих лет. Я не знаю, я просто часто конец в открытии. Нам очень необходимо ваше участие, если это, конечно, вас не очень затруднит, обременит. Давайте сделаем так. В принципе, мне, конечно, даже не то, чтобы немножко, мне, я уверен, это очень неожиданно, потому что вообще неожиданно, конечно, звонить из тюрьмы. Ну, помятуя наши дела прошлые, конечно, мне это очень забавно и интересно посмотреть, что там у нас сейчас превратило. Ну, пока что все идет хорошо, это меня радует. Давайте сделаем так. Я сейчас просто посмотрю, как у меня по делам случаются командировки, да, там по России. Мне нужно просто понять, когда я хожусь где-то в ваших краях, более-менее относительно близко. Нам в нашем проекте снова пошли навстречу. И как раз-таки те люди, в которых мы на данный момент так сильно нуждаемся. От вас требуется хотя бы ваше появление. Когда все идет слишком хорошо, это как минимум пугает. Нет, ну я, конечно, не против. А почему вы позвонили только мне? У нас там было, я был не один, а там было четыре человека вместе. Самое трудное, оно только что состоялось вот в этой самой бутке. Несмотря на сколько у нас самим занятость, Сергей проявил интерес к нашему проекту. Но я не знаю, получится ли мне связаться со вторым, со своим коллегой. И чем это все закончится у нас? Ну что, стоите! Короче, все круто. Просто, говорю, так, все круто. Он согласен, он приедет, он сейчас в Москве, он даже не здесь, не в Евгоке, он в Москве. Кто именно? Каинов? Каинов, он позволит второму, они свяжутся с Еленой Яковлевной, и они приедут, короче, сюда. И вот от этого уже и будем шагать. Я всегда в сомнении. Ну и вообще, юношеский задор, энтузиазм, это хорошо, но как бы они не учитывают, я так думаю. Технические стороны вопросы, то есть в реальности, человеку чтобы приехать нужно, купить билеты, приехать, где-то жить. Как-то договариваться, зона это все-таки зона, всегда не пускают просто так. Этот день мы будем вспоминать, как переломник. Здравствуйте, здравствуйте. Возвращением. Здравствуйте, спасибо. И разделит он наше время на до и после. Я считаю, что я не зря посидел здесь. И отсюда можно выходить в новую жизнь и совершенно менять свою предыдущую жизнь. Но тем не менее, мы так или иначе до сих пор руками делаем видео. Я не стрелу, шутите меня. Я не стрелу. Давай, будешь. То есть мне тоже хватит сил по части заново построить свою жизнь правильно.